Добрый день, уважаемые слушатели! Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, на вебинаре Директ Академии. Да, спасибо за те плюсики, что вы ставите, я понял, что вам видно и слышно, это хорошо. Сегодня у нас мой вебинар, и ведущим и спикером буду я. Ну, тем не менее, как всегда, перед вебинаром несколько общих слов скажу для тех, кто может быть впервые на нашем вебинаре. А таких обычно бывает достаточно много. Ну что ж, в самом начале нашего чата есть две полезные ссылки для вас. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академия. На его главной странице располагается расписание. Расписание у нас такое могучее на весь учебный год, начиная от сентября и кончая июнем месяцем. Что касается прошедших вебинаров, то прямо в расписании их можно посмотреть. Там есть ссылки на записи этих вебинаров. Что касается тех вебинаров, которые будут, на них можно зарегистрироваться на все, вплоть до окончания учебного года. Все вебинары, которые уже определены, темы которых определены, на них можно зарегистрироваться прямо сейчас. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись этого вебинара, когда и где его можно будет посмотреть. Да, запись ведется и вебинар будет выложен, скорее всего, сегодня-завтра, будет выложен на наш видеоканал на YouTube. На нашем видеоканале уже огромное количество вебинаров, записей вебинаров хранится. Это где-то около 280 записей вебинаров. И сама по себе эта наша видеоплощадка является хорошей базой знаний по тому, что интересно работникам вузов. Потому что наша тематика как раз направлена на вузовских работников. Там можно найти огромное количество материалов по нашей теме за несколько лет. Так что подписывайтесь на наш видеоканал и будете всегда в курсе того, что происходит у нас в Директ-Академии. Ну, кроме того, хочу сказать, на нашем видеоканале хранится еще и масса разных учебных роликов, ну и многие другие вещи, о которых сейчас не буду говорить. Следующий момент – это я хочу вам представить два следующих вебинара, которые состоятся завтра и в понедельник. Вот эти вебинары. Завтрашний вебинар состоится не в 12, как обычно, а в 11. Это будет вебинар, посвященный искусствоведению. Такие вебинары у нас проходят раз в месяц и ведет их София Багдасарова, искусствовед и историк искусства. Ну и завтрашний вебинар называется «Как Екатерина Великая играла в китайское искусство и почему рококо привело к французской революции». У Софии всегда очень интересные вебинары, и я приглашаю... Ой, я прошу прощения, я... Одну минуту, давайте я поправлюсь. Я не дал ссылки на вебинары. Давайте я дам отдельной строкой эти ссылки. Вот, прошу прощения, вот в таком вот виде. Первая ссылка и вторая ссылка. Так вот, у Софии всегда очень интересные вебинары, и я на эти вебинары приглашаю не только тех, кто профессионально занимается преподаванием предметов, связанных с искусствоведением, в школе или в колледже, или в вузе, но и всех, кто просто интересуется историей искусства и искусствоведением. Очень интересные вебинары, и я всегда с большим удовольствием их смотрю. Принимаю в них участие. Ну и второй вебинар из тех, которые я анонсирую, это уже новая наша вебинарная неделя, которая начнется в понедельник, 23 апреля. Тоже наш постоянный спикер Юрий Николаевич Белоножкин, который занимается направлением электронного обучения у нас в Директ Академии. Его вебинар пройдет в 12 часов и будет называться «Система онлайн комментариев. Назначение, выбор, применение в обучении». Вот такая вот тема. Тоже приглашаю на этот вебинар. Это вторая ссылка из тех, которые я привел. Ну и наконец, перед тем, как перейти к моей собственной теме, я хотел бы напомнить вам, что мы проводим нечто вроде такого небольшого конкурса. Вот, пожалуйста, посмотрите на эту табличку. Эту табличку можно заполнять. Она открыта для заполнения. Мы собираем те темы, которые вы, как участники вебинаров, могли бы предложить, если вы хотите предложить себя спикером в Директ Академии. Как я говорил, в течение апреля мы собираем все предложения. Возможно, где-то в мае еще тоже продолжим. Где-нибудь в середине-конце мая мы проведем голосование среди всех наших участников. И одна-две темы будут выбраны, как наиболее интересные. И по этим темам авторам, которые предложили, будет предложено провести вебинар в Директ Академии в июне месяце. Вот, таким образом вы сможете иметь доступ к нашей аудитории и рассказать о том, что вам будет интересно. Заодно и попрактиковаться в компетенции спикера вебинара. А мы вам в этом поможем. Главное, предложить такую тему, которая будет всем интересна. Я думаю, что вот очень простая табличка. Там надо внести свою фамилию, имя, отчество, название темы и краткое ее описание и ваш мейл. С тем, чтобы мы могли потом принять решение какое-то. Ну что ж, коллеги, вводная часть закончена. Давайте я приступлю, собственно, к сегодняшней теме. Название у нее простое. Качество учебного контента. Советы, практика. Изначально, когда я готовил этот вебинар, впервые его проводил примерно год назад, название было более витиеватое и такое более проблемное. Она называлась «Качество учебного контента» или «Проклятый вопрос» или «Почему мы не можем договориться даже о критериях». Вебинар состоит из двух неравных частей. В первой части очень важная, она проблемная, но она не конкретная. Она говорит о том, что прежде чем приступать вообще к оценке качества учебного контента, надо понимать, почему так трудно эти критерии качества установить вообще. И почему нельзя установить единые критерии качества для всей области онлайн-обучения и для всего учебного контента вообще. Это, к сожалению, не все понимают и в связи с этим происходят очень большие столкновения в сообществах онлайн-обучения, потому что никто не может договориться о том, что есть качественный контент, а что нет. Вот я вас предостерегаю от таких легковесных подходов к этому, и мы поймем, как и что. Что надо сначала определить, прежде чем переходить к вопросу определения критериев качества. Ну и, наконец, вторая часть, она немножко противоречит первой. В первой я пытаюсь до вас донести тему о том, как все сложно на самом деле с определением критериев. А вторая все-таки, вторая часть, она все-таки исходит из моего опыта и пытается, тем не менее, ввести какие-то критерии качества, которые более-менее общие для всех случаев. То есть такой вот средний путь, по которому можно пройти. Ну что ж, давайте тогда пойдем по слайдам нашего вебинара. И вот первое, что я хотел бы вам привести, это список критериообразующих факторов. Это еще не сами критерии качества контента, это те факторы, которые влияют на то, какие критерии мы будем применять для учебного контента. Итак, первое, это возраст обучаемого. Второе, это образовательный уровень, то есть тот уровень образовательный, который уже имеют обучаемые перед тем, как воспользоваться нашим контентом. Третье, это тип обучения. Обучение бывает очень разное. Четвертое, цели обучения. Пятый, очень важный пункт, это бюджет программы обучения. Потому что, конечно, невозможно оценивать качество контента безотносительно к тому бюджету, который мы имели его создатели. Предпоследний пункт, это медийный аспект. Ну и последний пункт, это мотивация. Не хочу сейчас это раз подробнее разъяснять. По каждому пункту сейчас на отдельном слайде мы это все и посмотрим. Самое первое, что надо понимать перед оценкой качества контента, это вообще с кем мы имеем дело. Кого мы обучаем? Четырехлетних или восьмидесятилетних? Или может быть это обучение взрослых людей, скажем так, от 20 до 60 лет, которые находятся в активном экономическом возрасте. Совершенно разные подходы. Напоминаю, что речь даже не идет здесь об оценке онлайн обучения в целом. Это еще более общая задача. Речь идет только об оценке учебного контента. Но даже здесь мы должны понимать, что учебный контент для школьников, про дошкольников я даже не говорю, это вообще особый случай. Учебный контент для взрослых и учебный контент для пожилых людей это совершенно разные вещи. И эти категории людей потребляют учебный контент совершенно различным образом. Ну вот, молодые или может быть еще подростки, они любят все тыкать, они не любят долго читать. Они всюду лезут пальцами, чтобы раздвинуть контент, сдвинуть, ткнуть куда-то, перейти по ссылке. Не особо пытаясь то, что находится сейчас на экране, посмотреть и тем более прочитать. Люди среднего возраста, это какой-то такой вот средний путь. Те, которые уже более-менее погружены в современность, то есть работают с компьютерами нормально. Ну и более-менее приучены к длинному чтению. В школе их учили, они прочли какое-то количество уже литературы и могут сосредотачиваться. Люди старшего поколения, у них, как правило, все хорошо с чтением и с потреблением линейного контента, который идет сверху вниз и который не надо листать, переходить. Но у них все очень плохо с активным потреблением контента. Они боятся лишний раз нажать на ссылку, боятся потрогать элемент, который является интерактивным. Вот, им бы, вот все бы это в одной длинной ленте и тогда все будет нормально. Соответственно и задачи этого контента немножко различны. То есть задачи немножко противоположны тому, что умеют эти категории обучающихся. То есть школьников надо потихонечку приучать к длинному чтению. С активностью у них и так все хорошо, но, конечно, лишать их активного материала совершенно невозможно, потому что они просто уйдут и не будут это читать. Пожилых, наоборот, надо приучать к активности, потому что иметь перед глазами и перед собой компьютер и не пользоваться гипертекстом, не пользоваться интерактивными возможностями, это значит просто не использовать те возможности онлайн-обучения, которые существуют. Вот, соответственно, подходы должны быть вот такими. И оценки качества контента для всех этих категорий могут быть, производиться в соответствии с тем, для кого они предназначены. Следующий критерий, образующий фактор, это образовательный уровень. То есть какого уже уровня образования достигли те люди, которых мы собираемся учить. И тут надо иметь в виду, да, это немножко связано с предыдущим пунктом. Как правило, люди более старшего возраста имеют более высокий образовательный уровень, но на каком-то этапе они расходятся. То есть взрослые могут иметь низкий образовательный уровень, а могут иметь высокий образовательный уровень. И тут надо иметь в виду, что чем ниже образовательный уровень тех людей, которых мы учим, тем строже должны быть критерии оценки контента. Тем больше контент должен быть мотивирующим, тем больше контент должен быть вовлекающим и так далее. Те люди, которые имеют высокий образовательный уровень, как правило, не требуют очень продвинутого контента. Вот тут приведена такая фраза, что докторанты математики могут обучать друг друга просто рассылкой 100-страничных PDF-файлов с большим количеством формул, текстов и так далее. Им этого достаточно, потому что у них высокая мотивация, у них высокий интеллектуальный уровень, им не надо заставлять себя читать длинные тексты, потому что они чувствуют внутри этих текстов себя как рыба в воде. Но это скорее исключение, чем правило. Потому что если мы рассчитываем на некий средний образовательный уровень, то такого рода контент будет считаться абсолютно провальным, потому что его, скорее всего, более половины учащихся не будут воспринимать, и этот контент нуждается в существенной доработке. Конечно, и для людей с высоким образовательным уровнем играет роль такие вещи, как типографика, текст должен хорошо читаться, формулы должны быть отверстаны нормально, без всяких компромиссов, которые иногда применяются в формулах, из-за чего их становится трудно читать и так далее. Ну, это, пожалуй, единственное что. Да, ну, конечно, структурирование тоже важно и для высокого образовательного уровня. Вот. Ну, что касается всяких интерактивных элементов, большого количества иллюстраций, мультимедиа, часто это для людей с высоким образовательным уровнем не обязательно, скажем так. Это тоже хорошо, но это не обязательно. А вот для людей с низким образовательным уровнем очень важно перенести часть информации, которая дана в тексте, в иллюстрации, в инфографику и в прочие элементы, которые позволяют перевести ударение на визуальную часть. С текстовой части на визуальную часть. Следующий момент – это тип обучения. Вот тут, наверное, наибольшие тоже различия есть. Это где вообще это обучение, для какого типа обучения предназначен наш учебный контент. Для школы или для вуза. Это корпоративное обучение или это тренинги. Везде требуются разные виды контента. Даже если вычленить отсюда уже рассмотренные вопросы, связанные с возрастом и с образовательным цензом, все равно остаются различия. Вузовский курс совсем не похож на курс корпоративного обучения и не похож на курс в тренинге. Один только пример. Например, дисциплина в вузе может занимать 120 часов, 200 часов, 72 часа. И это нормальный такой курс, еще не самый большой. Курс в корпоративном обучении, как правило, существенно меньше. Это может быть 10 часов, 12 часов, а иногда даже и час. Час, три часа. Например, зато там совсем другие дополнительные требования. Вот, например, какой-нибудь крупной корпорации, которая располагается на всей территории страны, а то и за ее пределами. Быстро 30 тысяч человек надо обучить какому-то продуктовому курсу, как продавать тот или иной продукт. Ну, например, какой-то кредит банк должен продавать. Огромное количество людей должно этому научиться. Но сам курс коротенький, полтора часа максимум. Вот, поэтому просто при произнесении слова онлайн-курс вузовские преподаватели и преподаватели из корпоративного обучения, ну, я имею в виду не просто преподаватели, а преподаватели-авторы, да, могут подразумевать совершенно разные вещи. Вот только просто произнеся слово курс, они уже произносят разные, они уже имеют в виду разные вещи. То же самое и для тренинга, когда ваш курс продается на открытом рынке, вот, и ваши слушатели сходятся, платят свои деньги, сходятся по своей инициативе, и вы их чему-то обучаете. Это тоже совершенно другой подход к контенту и совершенно другой тип обучения. Цели обучения, да, или те компетенции, которые вы должны получить в результате обучения. Разумеется, учить, например, летчика и учить математики кого-то, это совершенно разные вещи. Либо учить кого-то печь пирожки и учить конституционному праву, это тоже совершенно разные вещи. И сами типы тех знаний, которые приобретаются, знаний, умений, навыков, они восходят к совершенно разным типам обучения. Вот, например, чтобы учить летчика, его с основным компетенциям надо его обучать на тренажерах. Тренажер — это вообще вещь, которая основана в основном на программных решениях, и сам контент в ней составляет небольшую часть. В то время как, например, обучение каким-то теоретическим предметам требует в основном подхода знания его, и, соответственно, речь идет о том, что надо как можно полнее передать те знания, которыми надо овладеть. Конечно, и тут есть некоторые пересечения. Ну, например, у того же летчика есть большое количество теоретических материалов, которые он тоже должен освоить. Ну, и тут я вот хочу показать вам короткий исторический ролик, который был предназначен еще... Ролик еще 1943 года, 1943 года был... Это такой выдержки из учебного фильма, который был посвящен обучению летчиков Ил-2. Посмотрим буквально в течение одной минуты, это небольшие выдержки, чтобы посмотреть, как теоретически обучали летчиков. Произведи внешний осмотр самолета. Осмотри винт, нет ли внешних повреждений, пробоем, царапин на лопастях и коки, и заметной погнутости лопастей. При разбеге выдерживай направление, плавно парируя левой ногой. Стремление самолета развернуться вправо и избегай резких движений рулем поворота. Уход от цели после выполнения задания производи скрытно, используя складки местности. Да, ну вот такой кусочек фильма говорит о том, что все-таки есть и общие части, и, например, такой вид учебного контента, как учебное видео, он с успехом может применяться для разных целей обучения. Вот самый такой пункт, который неприятный, это бюджет. Нельзя сравнивать критерии качества, то есть одни и те же критерии качества использовать для учебного контента с разным бюджетом. То, что хорошо для низкобюджетного контента, плохо для высокобюджетного. И наоборот. Ну вот тут есть вот три таких противопоставления. Это авторский контент, то есть контент, который делается путем в основном затрат времени автора и никаких других денежных затрат не производится. Далее профессиональный контент. Например, профессиональный контент вузов, когда в вузах есть специальная команда, специальное подразделение для разработки электронного учебного контента. И в этом подразделении расписаны компетенции. Есть дизайнер, есть программист, есть редакторы, верстальщики и так далее. Каждый занимается своим трудом и делает это профессионально, на профессиональном уровне. Ну и корпоративный контент, у которого тоже есть команда профессиональная, но иногда у них немножко другие задачи. Но смысл в том, что когда речь идет об авторском контенте, то затраты почти нулевые, кроме затрат вашего времени, ваших ресурсов как автора. Во втором случае здесь могут быть затраты выше, но в любом случае бюджет вуза, как правило, это не очень богат, и на один курс можно затратить там определенные деньги, но не самые большие. Кроме того, напомню, что по объему курс для вуза и корпоративный курс различаются, могут различаться на порядок. Ну и корпоративный контент, когда это крупная корпорация, то часто бюджет достаточно хороший, соответственно, можно себе позволить то, что не могут себе позволить ни вузы, ни тем более авторы. Например, могут позволить себе все сделать руками. Когда мы делаем авторский контент, мы обязаны лучше изучать инструменты, чтобы под каждый случай найти какой-то инструмент, который вместо нас делает какую-то интересную вещь. Например, если мы хотим вставить интерактивный элемент, мы находим соответствующий инструмент, и он за нас это делает все красиво, а наше дело только освоить этот инструмент, то, например, в корпоративном контенте есть возможность все это выполнить руками, то есть нанять программиста и дизайнера, который это все отрисует, а программист запрограммирует, и все это будет красиво работать и уникально будет. Поэтому сравнивать, например, пункт первый и пункт третий, и говорить, что пункт первый сильно уступает пункту третьему по качеству, невозможно безотносительно к бюджету. Потому что авторский контент сам по себе очень полезен, и он позволяет делать такие вещи, которые никогда ни на втором, ни на третьем уровне не будут выполнены, просто потому что непосредственно от инициативы автора идет этот контент, и это обучение становится авторским. А второй и третий пункт, они всегда будут зарегулированы какими-то нормативными документами, которые не всегда ведут к улучшению этого контента, а часто просто вводят какие-то преграды к тому, чтобы этот контент сделать. И вот это одна из самых главных причин, по которой часто не удается договориться о критериях качества, потому что просто сравнить эти три пункта не удается. Совершенно разные подходы от бюджета, и получается неправильное сравнение. Медийный аспект очень важный. Какой контент мы, собственно, делаем? Мы делаем традиционный контент или современный контент? Здесь я не хотел бы сравнивать традиционный контент, что это плохо, а современный контент это хорошо, безотносительно к вот этим хорошо или плохо. Но есть такие просто поколенческие вещи, связанные с тем, что традиционный контент тоже можно сделать достаточно хорошо. Традиционный контент это то, что основано на нашем умении длинно читать и вообще производить какие-то действия, не отрываясь на другие задачи. Современный контент, он основан на традициях новых, на традициях последних 5-10 лет. Это революция медиа, при котором даже те из нас, кто умели длинно читать, все равно переходят на процедуру быстрого употребления контента. Когда у нас одновременно открыто несколько вкладок, мы немножко прочли наш учебный курс, минут за 5 мы уже утомились, перешли, почитали новости, перешли во вкладку социальных сетей, потом снова вернулись, прочитали следующие несколько абзацев и так далее. Соответственно, вот эти виды контентов, то, что было хорошо еще 15 лет назад, в современное время уже не может считаться хорошим контентом, потому что люди уже отвыкли потреблять контент так, как они потребляли раньше. Поэтому со временем критерии качества контента, они мигрируют, мигрируют в сторону, изменяются в сторону большей мультимедийности, в сторону требований к большей структурированности, большей интерактивности и так далее. Ну и последний пункт мы должны рассмотреть, это вопрос мотивации. Какая мотивация есть у наших слушателей? Внешняя, внешняя и внутренняя, или чисто внутренняя? Помните, я тут только что приводил пример по поводу докторантов, которые могут читать длинные PDF-файлы, и это им достаточно. У них внутренняя мотивация хорошая, большая. Их не надо мотивировать. Следующий пример – это люди, которые сами заплатили свои деньги и пришли на какой-то курс. У них внутренняя мотивация достаточно хорошая, потому что они сами для себя поняли, что этот курс им нужен, они заплатили свои кровные деньги, и они уже являются... Их не надо мотивировать дополнительно. Ну и противоположный пример – это, например, студенты, у которых может быть внешняя мотивация получить зачет, закончить хорошо семестр, чтобы получить стипендию, чтобы пройти дальше, чтобы их не отчислили. Хотя и внутренняя мотивация у лучшей части студенчества тоже может быть. Ну и корпоративное обучение, где часто это чистый кнут, когда говорят, вот категория такая-то наших работников должна пройти обязательно такой-то курс и закончить его, например, не хуже, чем на 50 баллов. Тот, кто не пройдет, не получит премии, например, или наоборот, получат премию только те, кто там удачно окончит такие-то и такие-то курсы. И вот эти бедные люди, у которых нет абсолютно внутренней мотивации, потому что кто-то пришел и кто-то назначил им эти курсы, они начинают ходить на эти курсы и чисто формально выполнять какие-то действия. И, соответственно, конечно, подход к мотивации этих людей с тем, чтобы все-таки внешнюю мотивацию перевернуть к внутренней, чтобы создать какую-то внутреннюю мотивацию в тех случаях, когда она не очевидна, это очень дорого. То есть вот такой вот подход, он дорогого стоит, потому что работать с людьми, которые не очень хотят учиться, это очень сложно. И их при помощи хорошего контента, в принципе, можно это сделать, но контент действительно должен быть очень хороший, очень вовлекающий, и он должен решать вот эти задачи, работая с людьми, которые не очень хотят учиться. С другой стороны, можно и положиться наоборот, на то, что людей, раз это надо, значит надо. Соответственно, можно делать какие-то длинные тесты, которые проверяют, насколько люди освоили материал, какие-то иные вещи делать, которые, в общем-то, при раскладе, когда у тебя свободные люди учатся, и им надо, у них внутренняя мотивация, которую нежелательно делать, можно себе позволить, потому что, ну вот такая вот необходимость, и корпорации надо этих людей обучить, во что бы то ни стало. И в данном случае, опять же, подход к качеству контента будет различным, в зависимости от того, с какой категорией мотивированных людей мы будем иметь дело. Так что же все-таки делать, и есть ли хоть какие-то общие вещи, по которым этот контент, можно рассматривать подходы к качеству. Конечно, какие-то общие подходы есть, и я постараюсь о них сейчас рассказать. Вот, вы знаете, возможно, вам покажется, что вторая часть более полезная, но мне кажется, что на самом деле первая часть была тоже очень полезна. Вы ее запомните, пожалуйста. Как только вы столкнетесь в своей деятельности со спором относительно качества контента, вспомните эти, там, сколько было, 10 или 7 слайдов, и постарайтесь понять, на каком уровне вы находитесь и какой контент вы должны оценить по качеству. Ну, а теперь, собственно, перейдем к тому, как можно все-таки оценивать контент безотносительно к вот этим вот критериям. То есть это то, что почти всегда действует для любого случая. Самые общие вещи. Мы рассмотрим несколько видов контента. Это тексты, иллюстрации, видеоконтент, звукоряд, вопросы компоновки контента, ну и вопросы интерактивности в контенте. Часть этих иллюстраций вы могли видеть в моих других вебинарах, так что если будет какой-то повтор, ну, не взыщите повторение мать учения. Итак, про текст. Говорим сначала про текст. У текста есть несколько аспектов. Это содержательная часть текста и его внешняя сторона. Внешняя сторона текста тоже очень важна. Если вы помните, кто-то посещал, мы недавно проводили целый вебинар, который посвящен типографике. И я вам напоминаю, что типографика, то есть внешнее, то, как ваш текст выглядит снаружи, безотносительно к его содержанию, является чрезвычайно важным. И то, как вы этот текст визуально разместили, это ваше сообщение вашим слушателям. Если это сообщение неправильное, если вы плохо его сверстали, то люди даже при отличном содержании могут покинуть ваш материал, даже толком не начав его читать, прочтя первые два абзаца, когда они увидят, что у них глаз ломается, читать это все, они просто дальше не будут это читать. И очень вам советую прочитать вот этот материал. На чтение уйдет минут 45 примерно. Это четыре главы переводные, как улучшить онлайн обучение при помощи типографики. Все, по поводу типографики больше ничего говорить не буду, кроме того, что вы можете для улучшения типографики использовать типографы различные. Типограф это специальная программа, или сервис в интернете, который можно использовать для улучшения качества своего текста. Один из типографов это типограф студии Лебедева. Вот здесь ссылка на него есть. Скачайте презентацию, все ссылки будут доступны. Второй типограф, например, которым я пользуюсь, это встроенный типограф в сервис, который называется Tilda. О нем чуть попозже поговорим. Вот он тоже нажатием на одну кнопку делает большинство операций, которые необходимо сделать, чтобы ваш текст был красивым и доступным. Теперь касательно содержания текста. Конечно, желательно проводить корректуру и редактуру. Ну, нежелательно, просто надо категорически. Когда у вас нет под рукой корректора и редактора, просто дайте почитать текст вашему коллеге. Он обязательно найдет в нем то, что вам казалось хорошим, а ему хорошим не кажется. То есть какие-то всякие стилистические излишества, ну и просто ошибочки он может найти. Еще раз обращаю ваше внимание, уже неоднократно говорил, что автор никогда, у него замыленный глаз. Может быть, как если пройдет неделя после написания текста, он и может себя отредактировать. Но раньше, сразу после написания текста, если вы начнете читать, скорее всего, вы будете читать его как автор, а не как редактор, и не сможете понять тех неправильностей в вашей речи, которые, в письменной речи, которые вы в текст внесли. Для этого есть два сервиса, которые я вам рекомендую. Первый из них, сервис называется главред. Вот главный редактор, от слова главный редактор, вот простой такой. Ссылка на него, на этот сервис. Все это бесплатные сервисы, которые подсказывают вам, какие у вас слова лишние есть, слова паразиты, необъективности, личные местоимения лишние, штампы и так далее. Ну и вот тут ставится некий такой рейтинг. Если ваш текст, например, при загрузке был оценен на пятерку, это плохо из десяти, ну если вы его доведете до семи, с половиной, восьми, это уже неплохо будет. Конечно, этот сервис по чисто формальным признакам ваш текст рассматривает, но иногда даже этого достаточно, чтобы серьезно улучшить качество вашего текста. Ну и второй текст, второй сервис, оценка читабельности, это сервис, который оценивает ваш текст по сложности восприятия и выдает вам оценку в том образовательном уровне, который необходим для того, чтобы ваш текст усвоить. Опять же, безотносительно к смыслу вашего текста, исключительно с точки зрения сложности построения ваших предложений. Вот он может, например, сказать, что если вы, например, пишете учебник истории для первого курса университета, а этот сервис вам сказал, что для усвоения этого текста нужно обладать уже, окончить университет, то это значит, что ваш текст плохой, он очень сложно написан. Надо его существенно упрощать. Ну вот такие вот простые вещи. Да, не буду здесь более подробно рассказывать. Я об этом уже пару раз за время чтения вебинаров вам рассказывал, просто еще раз повторяю. Так, появились какие-то вопросы. Может быть и такая трудность. Сотрудники корпорации работают до состояния выжатого лимона, так что у них может быть не отсутствие мотивации, а дефицит времени. Если такое обучение проводится не в рабочее время. Да, да, разумеется. Ну, на самом деле, Софья Владимировна, вы абсолютно правы. Ну, такое ведь бывает на самом деле не только в корпорациях. Да бывает, что и студенты у нас сейчас идут сразу работать, приходят изучать свой предмет, уже выжатый как лимон, и туда уже ничего в их голову не запихнешь. Много у нас. Жизнь трудная, конечно. И тут, конечно, от корпорации зависит, как она оформила это обучение. Либо это делается в рабочее время, специально выделяется время, специально помощь какая-то этим сотрудникам оказывается. Либо, наоборот, изучай и только кнут и ничего больше. Но в любом случае, кнут это или пряник, все равно с внутренней мотивацией не все так просто. Сотрудник должен понимать, для чего это ему нужно. То есть, что он приобретет для себя. Сможет ли он действительно лучше работать. После этого курса сможет ли он это сразу обернуть в практику свою. И, если у него меркантильный интерес, сможет ли он, например, действительно лучше продавать и получать больше премии. Либо сможет ли он как-то вообще улучшить свой образовательный уровень. Либо это те знания, которые лягут мертвым грузом, и надо только отчитаться о том, что я этот курс прошел, вот и отстаньте от меня. Вот такой вопрос тоже есть. Иногда, как корпорации не ублажают пряником людей, но если этот курс люди считают ненужным для них, то ничего хорошего из этого не получится. Хорошо, идем дальше. Иллюстративный материал. Очень важная часть. Почти для всех категорий иллюстрации нужны. Для электронного издания, конечно, подготовка иллюстраций несколько проще, чем для книги. Ну, во-первых, достаточно качества, которое хорошо будет смотреться на экране, а это иногда более легче достичь, чем для книги, особенно с хорошим разрешением книги. Во-вторых, очень интересный момент, в электронном учебном издании можно использовать какие угодные иллюстрации, во-первых, по количеству их, может быть, сколько угодно, а во-вторых, по цветности. Если, например, вы издаете какое-то учебное пособие и пришли с пятьюстами цветными иллюстрациями, представьте, что вам скажут в вашем вузовском издательстве, скажут, это очень дорого, оставьте, пожалуйста, только десять иллюстраций, чтобы они были черно-белыми. В онлайн обучении такой проблемы нет, сколько хотите, столько и готовьте иллюстрации, и цветность их может быть какая угодно. Разумеется, при подготовке иллюстрации надо, где только возможно, использовать готовый материал вместо того материала, который надо отрисовывать вручную. Как только речь идет о том, что иллюстрация уникальная, ее надо рисовать, встает вопрос о том, как же это все рисовать. Если вы готовите авторский контент, это может быть большим препятствием, потому что просто рисовать не каждый умеет. Если речь идет о профессиональном контенте, который готовится командой, встает вопрос о том, что у дизайнера, во-первых, дизайнер не всегда хороший рисовальщик, а во-вторых, у этого человека есть своя норма загрузки, и нельзя ему просто нарисовать тысячу иллюстраций, он тогда только ваши курсы будет делать, в течение двух лет. То есть этот ресурс очень ограничен, поэтому если у вас есть возможность подобрать материал готовый, то это надо делать. Кроме того, когда мы подбираем материал, у нас есть возможность использовать не только явные иллюстрации, которые явно логически и по смыслу иллюстрируют то, что вы хотите сказать, но и некие иллюстрации, которые являются графическими метафорами. Это тоже очень важно, очень важно для вовлечения, когда вы используете графические метафоры. То есть то, на что ну, во-первых, иллюстрация, это то, на что сразу падает взгляд обучаемого. Если иллюстрация создает соответствующее настроение, которое, это настроение подчеркивает тот тезис в вашем тексте, который вы продвигаете в данной части материала, то это хорошо, это правильно, и это работает на усваиваемость вашего материала. И это тоже надо делать. Если надо готовить иллюстрацию ручную, то надо использовать адекватный инструмент, сервис или приложение, не надо рисовать схему в фотошопе, например, либо не надо ее рисовать карандашом, а потом сканировать. Это плохой путь. Надо найти тот инструмент для рисования схем, который уже имеет какие-то примитивы и шаблоны в своем составе. Тогда можно будет просто квадратики, ромбики и прочие элементы схемы просто переносить из места перетягивать, связи между ними будут перемещаться автоматически и так далее. Мы сэкономим при этом кучу времени. Потому что иллюстративный материал, который не является чистым рисунком, часто он является каким-то схематичным и для этого рода схематичности наверняка существуют какие-то инструменты. Вот знание этих инструментов это очень важное знание и в вашей области вы всегда должны знать те инструменты, которые позволяют вам нарисовать такую схему, которая вам нужна. Ну и тут примыкает тема подбора иллюстративного материала, который я назвал сам себе бильд-редактор. Бильд-редактор, если кто-то не знает, это человек в редакции, который ответственен за подбор и размещение иллюстраций в тех изданиях, которые это издательство выпускает. Вот в настоящее время практически любой человек, преподаватель, автор в первую голову должен быть немножко бильд-редактором. То есть он должен понимать, где можно найти иллюстрации, которые можно использовать в своем учебном продукте, как это сделать, чтобы эти иллюстрации были качественными и как сделать, чтобы не входить в противоречие с законом, если это в данный момент очень важно и вы боитесь каких-то юридических последствий. Прежде всего, конечно, надо сказать, что простейший путь использования подбора иллюстраций это использование сервиса Google картинки. Можно использовать и Яндекс, но там не так удобно это сделано. Я предпочитаю использовать Google картинки. Обращаю ваше внимание, что не просто поиск по Google, а именно поиск по Google картинкам, картинковый поиск. И тут есть первое, что нужно знать, это как искать. То есть как подбирать вот эти ключевые слова. Тут нет единого подхода. Часто если вы сюда просто помещаете какую-то ключевую фразу для того, чтобы найти иллюстрации для вашего тезиса, ничего не получается, потому что этот тезис достаточно изощренный и к нему в сети находится мало картинок. Часто здесь надо пофантазировать и найти те слова, которые соответствуют той графической метафоре, которую вы ищите. Например, вам надо найти хорошую иллюстрацию для обложки, подчеркивающей авторство. Если вы здесь просто наберете слово автор, здесь будет много для вас мусорных изображений, в них не так много будет хороших графических метафор. Если вы например тут наберете автор, пирог, клавиатура, то гораздо больше будет красивых иллюстраций, которые как раз предназначены для метафоры авторства. Там будет например рука автора, клавиатура, экран, перо, ну не перо, а ручка, какой-то текст лежать, все это будет очень красиво и можно будет оформить таким образом обложку вашего курса или странички, которая предназначена для описания автора. Ну и так далее. То есть используйте здесь свою фантазию для того, чтобы искать то, что вам нужно. Это вот первое. К сожалению, как использовать фантазию я не могу вам... Это неформализуемая компетенция, могу только сказать, что вот фантазируйте, чтобы найти хорошие картинки. Второй пункт, ищите хорошие картинки. Нет ничего хуже, чем картинка плохого качества, которую вы разместили в своем материале. не вставляйте в свой материал картинки с низким разрешением, если это только не какие-то иконочки маленькие. Особенно обращайте внимание на обложки, то есть на те графические материалы, которые идут во весь экран. Эти обложки должны быть хорошего качества, поэтому они должны быть хорошего разрешения. Как минимум вот такого. повод. Если вы ищете картинки со свободной лицензией, для этого тоже есть вот такой путь. В Google картинках используйте инструменты поиска, право на использование, лицензии на использование, и тогда найдутся только те картинки, которые удовлетворяют критерию лицензии Creative Commons. это открытая лицензия, которая разрешена в России, например, ее использование разрешено в четвертой части Гражданского кодекса, там, где речь идет об авторском праве. Единственное, что вы должны, то есть вы никому никаких денег не должны, но вы должны будете указать авторство этой картинки где-нибудь в конце своего материала. Видеоконтент. На видеоконтент на качество сказывается оборудование. И тут есть несколько критериев для того, чтобы начать делать нормальные видеоролики, вам нужен более-менее нормальный компьютер, у которого есть вот такие вот критерии. Это не жесткие критерии, но их хорошо было бы соблюдать. Я здесь не буду конкретно комментировать, только назову их. Во-первых, лучше десктопный компьютер, то есть большой компьютер, чем ноутбук, просто потому, что у ноутбука есть несколько неприятных качеств. Например, у него клавиатура и микрофон находятся в одном корпусе, и любой удар по клавиатуре сразу отдается в микрофоне очень сильно. Желательно иметь большой экран, это удобно для записи и монтажа, но хотя бы Full HD. Full HD в принципе достаточно, но речь идет еще и не только о разрешении экрана, но и о том, чтобы он сам по себе был достаточно большим. Вот передо мной сейчас экран 27 дюймов, это не очень много, но этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно при работе с видеооборудованием. вам нужен тихий корпус, не надо прямо сейчас менять, если у вас какой-то другой компьютер, но если вы покупаете новый компьютер, задумайтесь над тем, чтобы корпус был тихий. Что это означает? Это означает, что в нем должны быть тихие вентиляторы и тихие жесткие диски. Как правило, нынешние сборщики хорошо понимают, что это означает. Тихий корпус вам обойдется, наверное, в лишние 10-20 долларов к стоимости компьютера, но это не так уж много, особенно, если это ваш компьютер будет стоять дома, это будет еще и дополнительное качество, что он не будет шуметь и мешать вашим окружающим людям. Клавиатура с мягкими клавишами, но это понятно. К процессору не такая уж большая. То, что в настоящий момент является средним по мощности процессором, как правило, подойдет. Надо только иметь в виду, что мощность процессора сказывается на скорости рендеринга, то есть сохранение видеоматериала в конечном виде. Ну и видеокарта, как правило, на современных хороших системных картах есть системных платах, есть хорошая встроенная видеокарта, ее достаточно. Критерием может служить, например, такой момент. если на вашем компьютере видео в формате Full HD воспроизводится без задержек, то у вас нормальный процессор и нормальная видеокарта. Скорее всего, вам этого будет достаточно, чтобы писать видео. Кроме того, вам понадобится гарнитура, и я не буду много говорить о ее качестве, просто я советую вам приобрести гарнитуру USB, то есть, которая втыкается не в аудиокарту, а втыкается в стандартный USB-порт. Такие гарнитуры, они, как правило, свободны от шума, постоянного шума, который часто сопровождает микрофоны, аудиомикрофоны. Конечно, если вы хороший специалист по аудио, вы можете выбрать себе микрофон по более жестким критериям и более продвинутым критериям, но для всех остальных, как правило, выбор USB-гарнитуры является достаточным для того, чтобы начинать нормально действовать. Видеокамера. Сейчас достаточное количество видеокамер, которые вполне достаточны для того, чтобы снимать учебное видео, если вы только не собираетесь это учебное видео снимать в полном формате, то есть, показывать себя на весь экран. В этом случае, конечно, вам понадобится нормальная студия. А если вы показываете себя в виде фрейма где-нибудь в сторонке своего изображения, которое формируете в виде скринкаста, например, то вполне достаточно нормальные, приличные видеокамеры, которые не хуже, чем 720p, то есть, где-то там любая камера, которая из среднего диапазона подойдет. Ну, можете также поставить более продвинутую камеру на штатив, оставаясь правда в области веб-камер, не переходя к стандартным, уже к большим камерам, нормальным, тем более к студийным камерам. Но это больше уже для тех, кто хочет снимать более продвинутые видеоматериалы. Так, появился какой-то вопрос. Какого процессора достаточно памяти, частота и размер? Ну, памяти всегда, чем больше, тем лучше. Не надо экономить. Вы знаете, если стоит вопрос в деньгах, то лучше не экономьте в памяти. Процессор не так важен. Ну, вот, я не буду называть конкретные марки, потому что они мигрируют с понятием средний. Вот, я вот специально хочу сказать, что это средний. Ну, ладно, я уточню. Скажем так, это нечто среднее между стандартным офисным компьютером, который еще, в принципе, достаточно плох для записи видео, и продвинутым домашним компьютером, который предназначен для записи, для игр и так далее, у которого мощная видеокарта. вот, нечто среднее, наиболее близкое к тому, что нам надо, это, наверное, компьютер для несложной разработки. Вот, тот компьютер, который ставится обычно программистом, вот, такой примерно подойдет и вам. Цена качества очень сильно зависит от многих критериев, в частности, от цены валюты в данный момент, поэтому конкретных цифр приводить не буду. Вот, я думаю, что то, что я вам сказал, этого достаточно. То есть, это должен быть компьютер, примерно качество компьютера для разработки, компьютера для программиста. Вот так вот обозначу. Ну, и, разумеется, исходные материалы, которые применяются для того, чтобы потом снимать видео, это очень важно. Если вы делаете видео на основе презентации, вот, не буду, быстро пролистаю, я эти кадры часто показывал, посмотрите по ссылочкам, как делать хорошие презентации. Для видео это должно быть подчеркнуто, то есть, плохая презентация в видеоматериале, это ужасно, поэтому нужно делать еще более жирные тезисы, еще более короткие предложения, обязательно должна быть иллюстрация, иллюстрации какие-то, вы обязательно должны понимать, что ваш видеоролик состоит из двух частей, из графической и звуковой, и не пытаться при помощи текста воспроизвести все, что вы хотели сказать, а текстом давать только основные тезисы, все остальное воспроизводить голосом. Если есть у вас готовые шаблоны на вашем ВУЗе, обращаю ваше внимание, не маркетинговые шаблоны, а шаблоны презентаций для обучения, то используйте их, если они созданы профессиональными дизайнерами. Это здорово, потому что если у вас есть возможность использовать профессиональный дизайн в виде шаблона, это хорошо. Ну и вот посмотрите по этой ссылке, тут есть советы для красивых презентаций, советы от компании центра Ленинг, они в свое время выложили в открытый доступ такой мини-курс, ну это курсом так можно в кавычках назвать, на самом деле это на 15 минут чтения, несколько кадров, которые им надо посмотреть, в которых написано, что хорошо, а что плохо в презентации. На этом сейчас не будем заострять внимание. О структуре ролика. Название должно быть короткое и исчерпывающее. Это сложно, но надо это сделать. Подумайте над названием минут 10, прежде чем помещать. Академические названия не пойдут, состоящие из 15 слов. Лучше дать коротко и недостаточно точно, нежели дать точно, но на 15 слов. Такие ролики никто не смотрит, если вы даете такое название. Видеоролик должен быть коротким обязательно, 4-7 минут. Видеолекция не идет. То есть то, что называется видеолекция на 2 часа, это ненормальный видеоматериал, за исключением случаев, например, записи вебинаров, которые получаются сами по себе. Их вы специально не готовите, просто это запись, которая сама по себе получается. Так как на нее не тратится никакого дополнительного времени и ресурсов, то допустимо ее потом считать учебным видеоматериалом. Но, конечно, качество такого материала невелико, просто потому, что на нее никакого ресурса не было затрачено. Если вы специально делаете учебный ролик, делайте его коротким обязательно. Если вам понадобится больше времени, делите ваши ролики на вот такие части. Делите логически. Если совсем не получается делить логически, делите чисто технически их на части. имейте ввиду, что ролик величиной больше 10 минут, есть вероятность, что его вообще просто никогда не запустят. в качестве инструмента для записи всегда предлагаю инструмент, который называется Camtasia Stadia. Сейчас девятая версия есть этой программы. Она не бесплатная, но это пожалуй наилучший вариант для преподавателей авторов. Почему не буду объяснять, нет на это время сейчас. Звукоряд. Про гарнитуру я уже сказал. для качества звука важно отрегулировать сначала его громкость. Это всегда имейте ввиду, особенно когда вы впервые записываете видеоролики или звуки. Всегда знайте, где отрегулировать громкость. Как правило, это делается прямо в той программе, в которой вы будете производить запись. Сделайте несколько пробных записей, смотрите, чтобы не было шума, и смотрите, чтобы звук был максимальным, но не переходил бы в зону насыщения. Вот это очень важно. Найдите тот оптимальный уровень чувствительности микрофона, при котором еще не будет насыщения, но звук уже будет достаточно громкий. и в том и в другом случае, если будет тихий звук, то это будет плохо, не у всех громкие наушники и громкие колонки, а если это будет с насыщением, то просто будет хриплый звук, и это будет плохо уже по другой причине, это будет брак. Озвучка должна вести в свободном стиле разговорной речью. Если вы не умеете писать сценарий, а вы скорее всего на 95% уверен не умеете писать сценарий, то есть сценарий это письменный текст, который написан разговорной речью. Это очень сложно делать, в этом надо практиковаться. Так вот, если вы этого не умеете, просто комментируйте свободной разговорной речью, не взумайте зачитывать абзацы из вашего учебника или из вашей методички. Это худшее, что можно придумать, потому что письменная речь, воспроизведенная устно, сразу бросается в глаза. Просто все сразу понимают, что вы зачитываете какие-то кусочки и бросают ваш ролик смотреть. Да, ну вот это вот то, что я сказал, чтение по бумажке сразу через 15 секунд люди опознают, что вы читаете по бумажке это все. При этом говорите правильным языком, не допускайте ошибки в словах. То есть то, что это устная речь, не говорит о том, что вы должны говорить неграмотно, ставить неправильное ударение, что у вас должен быть какой-то неправильный акцент. То есть пытайтесь имитировать, понятно, что вы никогда не дойдете до уровня профессиональных дикторов, но пытайтесь перенимать их качество. Дефекты речи, невнятность речи, вот это вот все плохо при озвучке видеороликов, но что делать? Если это ваш физический дефект речи, то как-то надо из этого выходить, а из этого есть один единственный выход, вы должны быть харизматичным автором. То есть если вы любите свой предмет, вы можете быстро и эмоционально говорить и передавать эти эмоции вашим слушателям, то это нивелирует вот эти требования к невнятности и к дефектам. Если вы говорите интересно, даже нужно, да, метафоры нужно, но в дозированном виде использовать эмоции, конечно, чтобы каким-то образом акцентировать вашу речь и структурировать ее. Все это работает на повышение качества. Никогда ничего не зачитывайте прямо со слайда, за редким исключением. То есть ваша речь должна дополнять, а не повторять то, что на слайде написано. Потому что если ваш слушатель читает сам со слайда, и в это время вы иным темпом начинаете это повторять, то он скорее не запомнит ни со слуха, ни чтения. Темп речи. Чем выше темп речи, конечно, до определенного уровня, тем лучше. Говорить медленно это очень плохо для учебного ролика. пытайтесь говорить интенсивно. Если можете, конечно. Интенсивность повышает удержание слушателей в вашем ролике. курсера проводила такое исследование, каждые 22 слова повышают удержание слушателей в ролике примерно на 1%. Если вам для вашей озвучки нужна музыка, используйте свободную музыку, которая хранится на ютюбе по этому адресу. Здесь огромное количество музыки, которые можно использовать совершенно свободно. Обращаю ваше внимание, что это очень важно использовать свободную музыку. Если по поводу иллюстрации вас могут и не заметить, что вы использовали иллюстрацию несвободную к применению, то с музыкой все не так хорошо. Например, если вы какую-то популярную мелодию использовали, особенно зарубежную, в качестве фона, выложили это на ютюбе, то через день второй ютюбе вам скажет уберите пожалуйста это, потому что правообладатель не позволяет использовать эту музыку в качестве фона для вашего ролика. Но это в худшем случае, если не уберете, вас просто забанят на ютюбе, а в лучшем случае он скажет, что да, вы нарушили авторские права, но автор к этому относится достаточно не очень строго, и единственное, что мы сделаем, мы запретим вам встраивать этот ролик в другие документы, и второе, мы будем крутить на этом ролике рекламу автора. Так что лучше заранее использовать материалы свободные, музыкальные, не подставляя себя под вот эти вот санкции. Следующий важный момент это компоновка контента, то есть, где мы этот контент будем собирать. Лично я использую сервис, который называется Tilda Publishing. Вот по поводу того, как делать мультимедийные лонгриды, так называемые. Лонгрид это длинная страница для чтения, в которой много текстов, много мультимедиа, интерактивности, структура у нее хорошая и так далее. Вот, почитайте вот эту статью. Tilda служит как раз для создания таких страниц достаточно длинных и тем не менее читабельных. На чем построена Tilda? Это сервис, во-первых, это не программное обеспечение, а сервис, в ней можно работать прямо в браузере. Самое главное ее то, на чем она построена, это модульная система. Tilda состоит из примерно 500 блоков, дизайнерских блоков, которые вы можете вставлять в свою страницу и наполнять своим контентом. То есть дизайнеры уже создали такие блоки, например, текст уже отверстан так, с использованием тех шрифтов, того правила верстки, отношения размеров шрифтов заголовка, подзаголовка и основного текста, соотношения картинки и текста, которые удовлетворяют некоторым дизайнерским требованиям. А вам остается только вместо шаблонного контента поместить туда ваш контент, тот, который есть. Это сильно увеличивает ваши шансы, если вы автор контента, если вы не профессиональный дизайнер, сделать хороший контент. Таких блоков, мало того, что они есть, их масса, то есть их более 500 сейчас применяется и из них можно выбрать тот блок, который вас устраивает. ну и наконец, когда вы опубликуете контент тильды, он будет адаптивным и он будет, ну не скажу, что одинаково хорошо, но принципиально он будет смотреться и на большом экране, и в смартфоне, ну и на планшете тоже будет смотреться. Конечно, если вы его создавали под большой экран, он на смартфоне будет смотреться не так хорошо, но по крайней мере не будет критических ошибок при воспроизведении. Тем не менее, даже на телефоне ваш контент можно будет посмотреть. Ну и наконец, в тильде есть такая вещь, как шаблоны проектов, то есть когда вы начинаете с ней работать, вы можете просто использовать готовые шаблоны. Это уже не шаблоны блоков, а блоки, собранные в единую страницу, то есть например, типовая страница, ну скажем, для расписания вебинаров, она может содержать 10 блоков уже готовых, и вы должны всего лишь заполнить своим контентом эту страницу. Так, вижу вопрос или реплику, контент должен быть хорошим по форме и содержанию. Разумеется, содержание всегда за вами, то есть нет способа научить вас делать хорошее содержание с точки зрения его смысла. Если у вас нет смысла в вашем контенте, то никакими изощрениями его лучше не сделать. А вот как его сделать лучшим по форме, вот про это я сегодня с вами и говорю. Да, конечно, есть еще вопросы методические, но я надеюсь, что если вы преподаете, то эти вопросы для вас являются и так естественными, вы примерно понимаете, о чем идет речь. Ну и наконец, в ваш контент желательно добавить какую-то интерактивность, и тут на вас работают интерактивные сервисы, которые есть в сети, которые, как правило, можно использовать бесплатно. Вот перечень тех сервисов, которые я обычно использую. Это 6 сервисов из тех многих сотен, которые я знаю, и тех десятков тысяч, которые на самом деле существуют. Ну, это такой мой авторский выбор. Я считаю, что тут собрано хорошее количество сервисов. для простой инфографики есть несколько сервисов. Один из них вот такой DataRapper. Один из хороших сервисов для того, чтобы рисовать карты знания, это Poplet.com. Замечательный сервис для того, чтобы делать облака тегов, облака слов, которые называются WordArt. просто очень красивые вещи можно делать и с высоким уровнем интерактивности. и вот эти просто блестящие два сервиса от группы разработчиков, которые называются KnitLab. Это Timeline.js и StoryMap.js. Они позволяют делать интерактивные оси времени. а ось времени это очень важная вещь в обучении. Она позволяет ввести в обучение временной контекст. Ну, собственно, об этом подробнее рассказывала и Марина Орешко на своих вебинарах. И у меня будет в июне, кажется, вебинар, который целиком будет посвящен проблематике осей времени. И интерактивные путешествия это тоже очень крутая вещь, которая позволяет перемещаться по карте и показывать какой-то контент сопутствующий, либо перемещаться по большому гигапиксельному изображению и комментировать его участки. Ну и наконец, интерактивное видео и интерактивное изображение. Вот есть один из сервисов, который называется SyncLink, который я очень люблю, и по нему у нас есть видеоролик, который, у меня есть видеоролик, один из самых популярных видеороликов на моем канале, кстати, посвященный SyncLink. по поводу просят по поводу облака тегов рассказать. Быстро не получится, к сожалению. Где-то у меня были вебинары, которые были подробнее этому посвящены, но вообще на своем курсе, который посвящен профессиональной разработке электронного учебного контента, этому виду я целое занятие посвящаю. Вы знаете, не буду сейчас комкать, потому что просто не хочу. Хорошая вещь этот WordArt. Зайдите, если хотите, можете на нашем канале на YouTube найти учебный ролик, у меня там лежит несколько учебных роликов, которые посвящены сервису WordArt. Посмотрите, классная штука. Вот такое расписание вы все, наверное, видели у нас на главной странице DirectAcademy. Это вариант использования таймлайна, оси времени интерактивной для того, чтобы сделать расписание вебинаров. Немножко нестандартное использование, потому что обычного времени используется для того, чтобы сделать какую-то историю, историю уже прошедших событий, а это наоборот расписание, в котором есть и прошедшие события вебинары, и новые события, на которые можно, например, зарегистрироваться по этой ссылке. А когда вебинар проходит, эта ссылка заменяется на ссылку посмотреть мероприятие. Вот один из примеров того, как интерактивность может использоваться. Другой пример, это пример, кстати, вот эту ссылочку посмотрите, она достаточно интересная, это интерактивное путешествие, и в частности вот эта ссылка интерактивное путешествие по картине Александра Иванова «Явление Христа народа». Достаточно интересный у нас получился продукт, можете его глянуть и заодно посмотреть, какой уровень интерактивности достижим при помощи инструмента, который называется StoryMap.js. Все, я опять не уложился во время, мы подошли к концу нашего вебинара, ну и как всегда в конце нашего вебинара я позволю себе немножко себя проанонсировать и прорекламировать. 22 мая начинается мой курс, который мы проводим совместно с компанией Ракурс, называется этот курс «Учебный цифровой контент». Это очень просто, если кто-то хочет подучиться в области цифрового учебного контента, милости прошу на мой курс. вот ссылку на лендинг курса дам сейчас в чате. Вот он. Не буду тратить на это много времени, все-таки это не тема нашего вебинара. Ну вот, кто хочет, может посмотреть. Я надеюсь, что на лендинге все достаточно хорошо объяснено. если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Я понимаю, что вторая часть вебинара была речитатива, потому что это сборная солянка из многих моих тем, тех курсов, которые я читаю. тем не менее, как мне кажется, удалось пройтись по всем темам, которые определяют качество учебного контента. Обращаю ваше внимание также, что если первая часть вам показалась излишне такой теоретической, вы ее пересмотрите в тот момент, когда для вас станет актуальна тема оценки контента. Я вас уверяю, что в тот момент она вам покажется уже не столь теоретической. Виолетта Дмитриевна, вам тоже благодарю за то, что вы пришли. Да, спасибо и вам всем. Я еще примерно минуту останусь. Если есть вопросы, задавайте. так случилось, что именно в апреле мое собственное участие в Директ Академии в качестве спикера было очень насыщенным. вот я наконец перестану вам надоедать. Теперь мои вебинары прекратятся примерно до июня месяца. Будут другие спикеры, которые тоже будут интересны. Надеюсь, что такое ударное апрельское мое участие в качестве спикера было для вас достаточно полезным, особенно в части учебного контента, электронного учебного контента и в части связанной со спикерством вебинаров. Ну что ж, спасибо и вам. Я тогда с вами прощаюсь. Встретимся с вами уже завтра, только я буду не спикером, а организатором мероприятия. Приходите на наши вебинары в Директ Академии. Будет Встретимся в Директ Академия